Скажу, на самом деле у православных после Рождества начинается святочная неделя. И вообще, я, конечно, понимаю, что это нереально, но тем не менее. Вот смотрите, мы говорим, все, мы уже окончательно решили идти своим путем. Давайте вернем этот самый Юлианский Кариндай, по старому стилю. И вообще отодвинемся от этого всего, что происходит в той же самой Европе. Я, честно говоря, в этой большой проблеме не видел бы. В конце концов, когда-то его принимали, советская власть, кстати говоря, с формулировкой, что вот мы теперь должны быть как все цивилизованные страны. Очень странно было, конечно, все это в нынешнее время слышать с авторством советской власти, но тем не менее так оно и было. Ну да ладно. Что касается того, что происходило в Киеве в связи с Украинской православной церковью, в связи с Рождеством Христовым, в связи с давлением на канонических православных, и в связи с тем, что раскольников пустили в те храмы, в которые не пускают теперь канонические православные церкви христианскую. Но в общем и целом, нового тут ничего нет. Просто это как бы события новые, но тенденции это старые. Я по этому поводу не раз говорил. Вот опять, так как все-таки буквально пару дней назад Рождество Христово мы отмечали, еще раз скажу, опять же, верующие вы или неверующие, в данном случае даже не так важно. С точки зрения канонического православия, нынешний политический режим на Украине принципиально антихристианский. Принципиально антихристианский. Кстати говоря, я думаю, что именно фигура Зеленского, она как бы венчает вот этот путь деградации, который прошла украинская власть за последние пару десятков лет. Вот именно при нем это и должно было случиться. Для тех, кто, так сказать, в курсе, тот понимает. Именно при нем, при таком человеке, как Зеленский, вот все это и должно было произойти. Оно происходило и раньше, но сейчас оно начинает вступать в свой апогей. Это принципиально антихристианская, принципиально антиправославная власть. И в этом смысле, конечно, да, они смыкаются с Европой, смыкаются с современным Западом. И ничего другого, кроме как уничтожение истинной православной веры, от них ждать не имеет смысла. Они будут менять, значит, истинных христиан на ряженых клоунов, да, вот в виде раскольников. Они будут морочить голову огромному количеству, значит, украинских граждан, считающих себя верующими. Они будут репрессировать, как это делали, как бы, между прочим, их эти самые... Их предшественники в начале 20 века репрессировать будут истинных православных священников, мучить тех, кто не согласится, значит, поддаться на их уговоры, ну, или склонять к предательству тех, кто согласится. История в этом смысле повторяется, может быть, не в качестве, так сказать, крупномасштабной трагедии, а пока что в качестве фарса, но на самом деле тенденция все та же самая. Это примерно те же люди, исполняют примерно тот же, так сказать, бесовский спектакль. И ничего другого в этом смысле от украинской власти ждать не стоит. Она вместе с теми, кто сегодня отрекается от христианства в Европе, вместе с теми, кто сегодня делает из христианства какую-то пошлую клоунаду, значит, в протестантских этих самых, так сказать, церквях Америки и, значит, Европейского Союза, они вместе, да, в этом смысле, да, они европейцы. Другой вопрос, что для населения Украины, да, это важно, потому что население Украины, в том числе, между прочим, всевозможные, значит, националы, радикалы, они все довольно долгое время кичились тем, что вот, мол, они настоящие, так сказать, христиане, вот, мол, это ваша советская власть, когда она пришла, как бы, вот она вот гнобила христианство, а мы вот, христиане, покрова наш праздник, как любили говорить, между прочим, бандеровцы, да, это праздник Пресвятой Богородицы, да, в октябре, который отмечается. Ну, так вот, а на самом деле это все ложь, это все ложь, это все абсолютная ложь. И если остались еще на Украине люди, действительно верящие в Христа и считающиеся православными, они не могут этого не замечать, они должны это видеть. Приведет ли это к расколу внутри украинского общества, я думаю, в определенной степени уже приводит, но насколько это скажется на реальной политической ситуации, ну, здесь это трудно сказать. Но для огромного количества людей сейчас там придется делать все-таки выбор. Придется делать выбор, вы с кем? Вы с Украиной, которая это Европа, и которая, как бы, принципиально против православия и христианства, или вы все-таки, у вас остались какие-то принципы, да, и у вас осталась какая-то вера, да, и я думаю, что это такой вот несомненный исторический момент истины для православия в целом и для тех, кто считает себя православными на Украине, в частности. А так, я абсолютно уверен, что они доведут это дело до конца, они разгромят украинскую православную церковь каноническую, вот, они заменят ее какими-то чертями в рясах, вот, а в конце концов и от этого избавятся. Они же уже сейчас говорят, сначала с католичеством объединяться, потом, значит, двигаться в протестантство, а потом вообще все это превратится вот в ту вонючую кашу, которую себе представляют многие современные европейские и американские псевдоцеркви, где там, значит, венчают гомосексуалистов, там, переписывают Евангелие и так далее. Тут же такая штука, понимаете, надо, как бы, себе дать отчет. Эти люди бросают вызов Богу. Опять, верите вы или нет, но это, как бы, принципиальная вещь. Они делают из этого порнографию, порнографию, да, поэтому, при чем тут истинная вера? Истинной веры здесь нету, вот, и не предвидится. Поэтому, и здесь, опять же, здесь, мне кажется, происходит такой процесс снятия масок. Маски срываются, то раньше тоже все смаскировались, да нет, да нет, да там это не совсем так, да вы преувеличиваете, вот лично мне все говорили, да вы преувеличиваете, да ну тю, да ну нет, а ну что вы договорите, там, это все не так. А вот это все так, это все именно так и никак больше. Так что процесс будет идти, и каждый должен будет в этом смысле, тот, кто по крайней мере считается верующим, сделать выбор. А тот, кто не верующий, должен понимать. Вот посмотрите, еще раз подчеркну простую мысль. На самом деле наши враги понимают, насколько это важная вещь. Общая вера. Может быть вы не понимаете, не веря в Христа, но по крайней мере вы, если интересуетесь политикой, не можете не заметить, какое серьезное значение придают наши враги внесению вот этого раскола. Хотя бы в этом смысле на это стоит обращать внимание. Сергей Александрович, вот если посмотреть, как все происходило, когда была служба в Киеве-Печерской лавре в Оспинском соборе, очень много народу было на улице. Вы говорите о том, что украинцам православным надо как-то определяться, думать. Вот эти люди, предположим, это те, кто не захотели слушать Епифания. А куда им деваться? В Рождество Христово. Тяга подойти к церкови. Ну вот как? Ну, во-первых, значит, куда им деваться, можно сказать, пока все-таки на Украине достаточно много осталось храмов в ведении канонической украинской православной церкви. И вовсе не обязательно было быть в Успенском соборе Киеве-Печерской лавре. Тем более, что и Успенские соборы, трапезные, вот этот вот храм, который сейчас, так сказать, оказался под запретом для канонических православных, они, в общем-то, и до этого находились в юрисдикции государства украинского. Да, они, ну там, фактически ими управлял музей. То есть на территории Киеве-Печерской лавры существовал, так сказать, и существует Киеве-Печерский монастырь, а существует Киеве-Печерский музей-заповедник, который является государственным учреждением. И, в общем-то, эти вот, значит, храмы, они управлялись в значительной степени музеем. А, значит, священству позволялось служить там службе с разрешения фактически музея. Вот так оно было. Теперь государство запретило это делать Украинской православной церкви канонической, а разрешило это делать вот этой Роскольнической организацией. Это я к тому, что, на самом деле, чтобы ощутить Рождество Христово, вовсе не обязательно приходить в какой-то конкретный храм. Да, если сегодня в этом храме, ну, что храм это камни, надо понять, если сегодня в этом храме, так сказать, да, молятся откровенные Роскольники или делают вид, что молятся, да, вам вовсе не обязательно там быть. Потому что, на самом деле, пока, слава Богу, еще все-таки остается достаточное количество храмов на Украине, которые все-таки управляются канонической православной церковью. Это, скорее всего, их будут тоже отбирать потихоньку, да. Вот хотя бы патриарх Кирилл сказал, что, на самом деле, не за горами то время, когда от Роскольников ничего не останется. Но, понимаете, в церковной истории вот это вот понятие «скоро» может продлиться там 100, 200, 300 лет. А может и завтра случиться, кто его знает, да. Ну, то есть, не надо делать фетиша из конкретного места. Потому что, все-таки, христианская вера – это не про место, это не про камни, это не про вещи, это не про, так сказать, какие-то штучки, да. Хотя, понятно, что есть и святые намоленные места, и все, что с этим связано. Это первое, вот, и, так сказать, самое главное. Но, второе, мы же не знаем тоже, о чем молились эти люди, которые остались, там, стояли на улице. Кто знает, может быть, они молились именно о преодолении раскола, как бы, да, может быть, об этом молились. А, кроме всего прочего, я думаю, что вот эту толпу могли просто-запросто нагнать, потому что, ну, для того, чтобы создать, значит, ну, нагнать там пару тысяч даже, ну, или уж точно, или хотя бы сотен сторонников раскольников, в этом тоже там проблемы нету. Да, это понятно. Опять же, вот, та же самая Украина, где много они и долго кичились своей религиозностью, на самом деле там религиозность такая очень странная. Я это, ну, как бы, знаю тоже по опыту общения с некоторыми из этих людей, ну, и с теми, кто там в курсе дела. Там большое количество людей, если честно, как бы, да, для них вся эта вера, она фактически давно сводилась к таким очень примитивным, иногда даже не вполне христианским обрядам. Именно поэтому там так укоренились расколы, потому что то, что мы сейчас видим, там, Епифания и прочее, это не первый раскол. Таких раскольников на Украине огромное количество, там самое разное, там, автокефалы, значит, эти самые, киевский патриархат, значит, филарета, еще какие-то, еще какие-то. Именно потому, что религиозность на Украине очень часто имеет очень поверхностный вид, очень внешний. Поэтому там многие, так сказать, условно говорят, так сказать, тетушки, да, они вообще не разбираются, что это такое, там, московский, киевский. Они говорят, ну, Киев, ты же за киевскую, так сказать, там, за киевскую лавру, киево-печерскую, да, ну, вот, давай в киевский патриархат ходи. Так, например, обманывали филаретовские раскольники. Эти сейчас обманывают по-другому, говорят. Ну, ты же в курсе, что Вера-то из Константинополя пришла к нам? Да, ну, вот это вот и есть те, которые... Константинополь сейчас выписал справку, что они настоящие. Ну, да, 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 ну, я пошла, так сказать, да. А разобраться там, что-то подумать там. И еще раз повторю, что вот, опять же, с точки зрения тех, кто погружен в это православие, надо понимать, что это момент истины, это момент определения. Вот ты про что, так сказать? Ты про вот эти самые тряпочки, так сказать, рушнички, полотенчики, вот, про вот это самое, про свечку поставить или про что-то другое, или про какую-то истину, да? Вот это, я думаю, что это просто важный процесс. Он болезненный, к сожалению. И он стал следствием, мне кажется, тоже такого вот... Ну, еще раз повторюсь, как бы, попытки украинского священства, в том числе экономического, пройти между струйками и долгое время не замечать, делать вид, что они не замечают того, что происходит в украинском государстве. Лучше бы, конечно, было бы по-другому, но вот оно случилось так, как случилось. Вот, и это действительно вот момент такого принципиального выбора. Вот Зеленский своим указом именно в день православного Рождества лишил гражданства 13 священников канонической украинской православной церкви. Я понимаю, что вас не удивляет такой поступок украинского президента. Удивляет в данном случае другое. Ни одно средство массовой информации западной не обратило на это внимания. А это правда серьезный такой поступок. Да, я с вами полностью согласен, да, Наталья. Это серьезный такой себе поступок. Во-первых, я вообще не уверен, насколько это соответствует украинскому закону. Можно ли это делать, нельзя это делать. Ну, довольно там, там тоже есть, честно говоря, вопросы к таким вещам. Потому что, ну, вот, насколько я помню, хотя там они могли вносить какие-то изменения, ну, вот так вот просто взять и лишить гражданства, значит, на Украине невозможно. Вот. Ну, да ладно, как бы, лишил и лишил. В общем, на самом деле, с точки зрения закона, Украина с самого начала была такой территорией, такого беспредела, да. Что хочу, то и дело. Хочу третий тур, так сказать, хочу Майдан, узаконю, хочу третий тур выборов. Это, во-первых, да. А во-вторых, во-вторых, ну, что ж, этим людям, скорее всего, деваться будет некуда, кроме как ехать в Россию. Ну, будем создавать здесь параллельную, что называется, украинскую православную церковь. Да, почему бы и нет. А в-третьих, еще раз повторяю, это доказывает то, что он сделал именно в день Рождества Христова. Это еще раз доказывает. Их вот реально черти вводят. Вот хотите, вот, ну, я по-другому не могу. Их реально черти вводят, да. Их действительно, вот эти бесы, как бы, их изнутри, ай-лю-ли, так сказать, терлим-бом-бомы, изнутри так жалят гномы, как пели одни люди, так сказать, некоторое время назад. Ну, так вот, вот это про тех самых гномов, которые жалят изнутри. Потому что, на самом деле, даже вот с точки зрения политтехнологии, было бы правильно, на самом деле, вот это каноническое священство и их паству перетягивать всячески на сторону украинского государства. Тем более, что формально прихожан украинской канонической церкви больше, чем прихожан раскольников. А это что означает? Что их больше, например, и в действующей украинской армии. И, по идее, с точки зрения политтехнологии, было бы важно, чтобы они чувствовали себя на стороне украинского государства. Но, несмотря на этот совершенно очевидный, так сказать, аргумент, украинская власть делает все, чтобы этих людей, как бы, ткнуть мордой в грязь. Почему? Потому что, во-первых, этим всем руководят Запада. А Запад, еще раз подчеркну, осознанно антихристианская цивилизация на сегодняшний день. И не надо очаровываться никакими, так сказать, артефактами старины, типа Нотр-Дам-де-Бари, так сказать, и все остальное. Там, Кельнскими соборами, Вестминтерскими аббатствами и прочее. Это все в прошлом. Это все в прошлом. Запад на сегодняшний день откровенно богоборческая цивилизация. И он диктует украинской власти, что ей делать, что ей не делать. И именно поэтому, как вы сказали, Наталья, никто этого не заметил. Хотя они трезвонят просто на каждом шагу. У них же специальная программа есть по защите свободы верования. Они же везде об этом говорят, что ни в коем случае нельзя ущемлять. Но почему-то, права верующих, но почему-то это всегда касается, в первую очередь, раскольников. Всяких разных раскольников, какие-то непонятные секты. Они защищают. А каноническое православие не защищали вообще никогда. Вообще никогда. Это первое. А второе, еще раз повторю, сам Зеленский, это человек... Я говорю, в этом есть исторические, так сказать, и усмешка историческая, и историческая, так сказать, такая правда. Именно такой человек, как он, да, именно такой человек, как он, не верующий ни во что, значит, Зеленский, он и должен был, вот, он и должен довести до апогея вот эту борьбу с христианством на Украине. Порошенко этого не мог сделать. Этого не мог сделать даже Ющенко, который считался христианином. А вот именно человек, который не верит ни во что, ни в какого бога. Он еврей, но он даже не иудей. Он, как бы, не верит в единого бога. Он вообще ни в какого бога не верит. Кроме того, который, как бы, дает деньги, власть, как бы, да, защиту ему и прочее, прочее. Да, в этом смысле, еще раз говорю, он смыкается с теми молодыми евреями и атеистами, которые громили Российскую империю в начале 20 века. Хотите, не хотите, но это так. Ну, это правда, как бы, вот, собственно, и все. Именно он, в этом есть своя историческая правда. Именно он доводит вот этот вопрос до конца. Это надо четко совершенно осознавать, в том числе тем, кто там на Украине сидит. Вот всем, так сказать, хохлам, которые тоже нас слушают, а они нас слушают политическим хохлам. Вы это возьмите в свою башку. Вы, типа, украинские националисты, как бы, да? На самом деле, от вашего национализма давно уже ничего не осталось. Вас, как мясо, используют люди, которым и на украинцев, и на христиан, и на православие, и на Украину просто наплевать. Вот и все. Поэтому, значит, что за, как говорится, драма входит, она достигается в апогея. Сейчас только это пока еще раскручивается. Вот так вот. Ну, видимо, в том числе и поэтому Зеленский, когда отвергал предложение о рождественском перемирии, сделал это не только с гневом, но и с каким-то презрением. Вот, по крайней мере, я усмотрела в видео, вот, когда он это делал. Ну, и, собственно, что и произошло? Москва соблюдала перемирие, только отвечала, да, там как-то защищала. А эти атаковали по полной программе. Рождество, не Рождество. Я считаю, что вот этот шаг по поводу рождественского перемирия был правильный, с нашей точки зрения. Да, мы обозначили, на какой мы находимся стороне, а то, что Зеленский с каким-то пренебрежением и цинизмом, это эти его раздули, как бы, а он, эта козявка, так сказать, стала чувствовать себя, как бы, чем-то особенным. Но, еще раз говорю, да, то, что он с пренебрежением это отверг, это тоже очень характерно. Вот кажется, знаете, что все это ерунда, все эти мелочи, это никакие не мелочи, да. Что касается мистических вещей, религиозных, это никакие не мелочи. Это как раз происходит именно так, как и должно было происходить. Другой вопрос, что достаточно ли будет ума у тех, кто сегодня называет себя украинскими гражданами, все это увидеть? Ну, у кого-то достанет, так сказать, у кого-то не достанет. Кто-то встанет на эту же сторону и уже стоит, да, и будет тоже вместе с этими чертями злобно скрипеть зубами и все повторять, как это самое, как заклинание. Украина, это Европа. Европа, конечно. Конечно, так сказать, граждане политические хохлы. Конечно, Украина, это Европа. Европа, которая погружается, так сказать, в эту самую вонючее болото порнографии, извращения, борьбы с истинным богом и так далее. конечно украинцы а то что вы украинцы в этом смысле значит используетесь вот этими масонами запада как мясо но это тоже очень характерно вас приносят в жертву многие из тех кто на украине считаете язычниками кстати у нас тоже да вот есть у нас неоязычники на его язычество там да это такое тоже подделка под некое язычество в прошлом большое количество языческих культов отличались простой вещью человечеством жертвоприношение вот сейчас слушайте меня куда внимательно сейчас людей которых вот украинских солдат которые как бы бросают они в топку этой войны фактически масоны запада вместе своими но не уязычниками приносит в жертву своим то сказать бесовским идолам своих они в жертву принесет не хотят найдем тех кто на это согласится это оказались этими людьми казалось украинцы вот их и будем кидать тысячами десятками тысяч а если надо будет миллионами может быть как бы их эти самые их знаете эти идолы которым они где-то молятся в каких-то своих капищах они может быть бог требует еще больше крови от этого от этого как бы у них еще больше еще больше удовольствия у нас рождество христово как бы попытка по крайней мере значит заключить какой-то меру но не то чтобы заключить мир но кстати вот это рождественское перемирие если бы на него согласилась украинская страна вот тоже внимательно меня послушайте могло бы стать стартом переговорного процесса теоретически но они этого не захотели им нужно больше крови больше крови причем кому им как бы тем кто стоит за господином зеленским затыскать всей этой всей этой истории опять же вот имеющие уши да слышат имеющие глаза да видят потому что на самом деле копаться в деталях как бы это тоже означает не видеть не видеть больших вещей можно не знать деталей но понимать значит такие глобальные процессы на мой взгляд 2 важнее хотя конечно хотелось бы там но в общем правильно было бы понимать и первое и второе но огромное количество людей копаются в деталях бесконечных то сказать перечислениях там видов оружия значит всяких разных по количеству искать там жертв там или там подсчета денег и прочее прочее а помимо этого существуют очень крупные глобальные исторические процессы с метафизической подоплекой вот и части этого процесса мы наблюдаем к сожалению вот в таком вот кровавом виде когда на украине